Позвольте вас приветствовать и предложить вашему вниманию сообщение исторические свидетельства о начале и становлении российской криптографии 16-17 века. Такое же название имеет книга, которая вышла ровно год назад, тех же авторов. Книга издана издательством «Авангард». У книги есть и более короткое название «Что было в тех землях незнатно». Звучит не очень современно. Я надеюсь, что по ходу дела будет понятно, откуда такое название взялось. Книга посвящена начальному периоду применения криптографии в интересах российского государства. Временем зарождения и становления отечественной криптографической службы стал 17 век. Еще в 1853 году вышло в свет первое исследование, специально посвященное государственному использованию криптографии в России 17 века. Это две статьи члены-корреспондента Императорской Академии наук Александра Николаевича Попова, опубликованные в записках Императорского археологического общества. Попов предложил название дипломатической тайнопись для основного направления применения криптографии в 16-17 столетиях. В России тогда в основном использовались шифры простой замены, замещавшие буквы русской азбуки на знаки другого алфавита, часто искусственного происхождения. Такие специально придуманные алфавиты называли новыми азбуками или цифирными азбуками, то есть шифровальными азбуками. В качестве основы, скрепляющей мозаику исторических фактов, связанных с криптографией, в книге широко используется общая картина жизни российского государства 16-17 веков. Повооружение в детали исторических событий бывает необходимо для понимания того, как вызревали важные государственные решения по вопросам криптографической деятельности. Историческая картина жизни России позволяет проследить процесс создания криптографической службы как важной составной части государственного аппарата. В историческом контексте оживают и персоналии. Многие видные криптографические деятели предстают реальными людьми со своими человеческими интересами. Авторы старались систематизировать имеющиеся документальные свидетельства начального периода криптографической деятельности в России. Понятно, что для такой систематизации важен выбор узловых временных периодов. Ориентиром стали периоды оживления внешнеполитических связей. Важными вехами являются 90-е годы 16-го столетия, а в 17-м столетии – начало 30-х годов, время царствования Алексея Михайловича и 80-е годы. Временной промежуток конца 20-х и начала 30-х годов 17-го века представляется особенно важным для российской криптографии. Именно тогда состоялось отмеченное историками окончательное вхождение России в политическую жизнь Европы. Неудивительно, что в это самое время появились и первые документы, регламентирующие криптографическую деятельность в государстве. Момент их создания – 8 августа 1633 года – заслуживает, по мнению авторов книги, особого внимания и может быть предложен в качестве даты рождения криптографической службы, как специальной государственной службы России. В книге содержатся соответствующие обоснования и документальные подтверждения. Надо сказать, что в книге отражены результаты архивных изысканий и исследований по начальной истории криптографической службы России, проведенных при поддержке Академии криптографии. Изначально содержание книги было ориентировано на студентов-криптографов. Но вот довольно неожиданно рукопись заинтересовала дипломатов. Олег Герасимович Пересыпкин – это выдающийся отечественный дипломат, соратник Примакова, помог организовать монографическое издание книги под титулом Дипломатической Академии Министерства иностранных дел в презентации в актовом зале Академии и написал предисловие. Ну вот теперь, наверное, подробнее о содержании книги. Первое документальное упоминание об использовании циферной азбуки в дипломатической переписке московского государства датировано 1590 годом. Николай Михайлович Карабзин указал в своей истории государства российского, что гонец Андрей Иванов в 1590 году писал из Литвы к царю вязью, литарею и новую азбукою, взятую у посла австрийского Николая Варкача. Варкач передал московским дипломатам шифровальную азбуку и указал способ ее применения. И сам эпизод, и содержание шифрованного письма Гонца Иванова, отражены в посольской книге по сношениям с Литвой. Фрагмент ее страницы приведен до рисунки 1. Запись гласит. «Грамота из Литвы от подьячьего от Андрея Иванова писана новую азбукою, что взяты у цесарево-посла у Николая Варкача». Ну вот так выглядит запись в посольской книге в 1590 году сделанная. Хорошо налаженное дело производства посольского приказа сохранило для нас имя впервые упомянутого в документах русского шифровальщика, расшифровавшего письмо в Москве, Яков Забаровский. Для нас представляет интерес следующий фрагмент донесения Варкача, написанного им для императора, после возвращения из Москвы. Годунов назначил для переписки с императором одного из своих ближайших писцов, а также переводчика с польского языка. Поскольку Борис и сам разбираются в польском языке, он хотел бы, чтобы шифрованные известия, если таковые будут посылаться, писались именно по поиске. Отметим, что наличие шифрованной переписки с Австрийской империей подтверждается более поздними документами, например, с содержанием послания императора Рудольфа II от 23 мая 1600 года. Он просил у Годунова разъяснений по интересующему его вопросу и указал, что немедленно будет отвечать Борису или грамотную в цифрах, или словесно через посла наручного. Временной отрезок 1628-1633 годов представляется очень важным для нашей темы. Именно тогда вызревали и вызревали государственные решения, связанные с организацией шифровальной деятельности. К 1626-1628 годам руководство внешнеполитической деятельностью Москве, так тогда называлось наше государство, перешло к патриарху Филарету. Это было время 30-летней войны, разделившие Европу на два лагеря. В ту пору Польша примыкала к автороиспанской коалиции, а противники этого лагеря Дании, Голландии, Англии, Франции, Турции, Венгрии, особенно Швеции, активно пытались привлечь московское государство на свою сторону. Они нуждались в Москве и как поставщики зерна. Серебро тогда стало дешевле, появилось американское серебро, а вот зерно вздорожало здорово. К 1626 году западноевропейские цены на хлеб выросли в 10 раз, а еще спустя два года в 20 раз. По мнению Бориса Федоровича Поршнева, в недрах посольского приказа уже тогда производилась большая и кропотливая работа по собиранию информации от резидентов и всякого рода осведомителей со всех концов Европы. В Москве из 30-х годов 17 века предстояло занять свое место в европейской дипломатической системе. Переход к новой дипломатической системе вызвал необходимость создания постоянных заграничных представительств и организации шифровной связи с ними. И вскоре появились соответствующие распоряжения. Важно, что эти решения одновременно подкреплялись мерами по их реализации. По своей значимости выделяется документ, датированный 8 августа 1633 года. Он приведен на рисунке 2. Это указание патриарха Филарета. Современное прочтение содержания документа такое. 8 августа, это по старому стилю, а по новому стилю 18 августа, 1633 года великий государь, святейший патриарх Московский и всея Руси Филарет Никитич дал написанную его рукой шифровальную азбуку и пример ее использования думному дьяку Ивану Грязеву. Это главе посольского приказа. Государь-святитель написал шифровальную азбуку для государственных и посольских тайных дел. Если понадобится государственным послам, посланникам или агентам писать о важных государственных делах, то им писать, государям, это царю и патриарху, непременно шифрованным письмом, чтобы содержание не стало известно в тех государствах, что было в тех землях незнатно. Отсюда и название книги. Учитывая фактическую роль патриарха Филареты в управлении страной, следует признать патриаршие указания документом высокой государственной значимости. Это первый по времени из известных ныне документов, регламентирующих криптографическую деятельность в России. Представляется, что указание патриарха Филарета явилось закономерным шагом в наметившемся в начале 30-х годов 17-го столетия расширения и применения криптографии в дипломатии, военном деле, разведке и контрразведке. Важно отметить, что указание патриарха Филарета безусловно выполнялось. Уже в 1634 году патриаршая шифровальная азбука была дана дворянину Дмитрию Францбекову, отправленному в Швецию постоянным дипломатическим представителем. Перед командировкой он практиковался в шифровальном деле в посольском приказе. Об этом свидетельствуют документы, помещенные в одно архивное дело с указанием патриарха. Весь комплекс документов, содержащихся в этом деле, представляет собой оригинальное учебное пособие по криптографии, вероятно, первое в отечественной практике. Оно включает в себя указания патриарха Филарета, две циферные азбуки, демонстрирующие разнообразие средств для их составления, приведены и примеры использования этих азбук для шифрования. Практический, но упрощенный пример за шифрование текста, упрощение заключается в сохранении слов. Шифрованный текст разбит на те же слова, что и открытый текст. Реальный пример шифрованного письма с незашифрованной подписью. Здесь разбивка шифрованного текста на слова отличается от разбивки на слова открытого текста, но при этом слова открытого текста не дробятся. Еще один реальный пример шифрованного письма. Здесь шифрование усложнено по сравнению с предыдущим примером. При новой разбивке шифрованного текста на слова использовано и дроблении слов открытого текста на части. Рисунок 3. Вот здесь как раз этот образец шифрованного письма представлен. Можно предположить, что учебное пособие было составлено при личном участии патриарха Филарета. Его рукой зашифрован текст. Господину Ивану Кирилловичу, имеется в виду Грязев, Дмитрий Францбеков челом бьет. Вот на рисунке 4 этот склад с затейным письмом автограф патриарха Филарета представлен. Это и есть пример использования шифровальной азбуки, упомянутой в патриаршем указании. В пособии содержится еще один автограф патриарха Филарета. Его шифровальная азбука. На рисунке 5 азбука патриарха Филарета – это его автограф. Здесь легко обнаружить 6 строк. В первой, третьей и пятой строках по порядку записаны буквы русского алфавита. Во второй, четвертой и шестой строках под русскими буквами подписаны их условные шифровые обозначения. Для зашифрования какого-либо русского текста достаточно заменить его буквы на их условные обозначения, взятые из патриаршей азбуки. Так патриарх Филарет составил свою записку на рисунке 4. Особое значение представленным документом придает личность патриарха Филарета. Он соединял в одном лице высшую светскую и духовную власть. Таким образом, мы имеем директивный документ с детальной проработкой его практической реализации в пособии. Добавим и фактически реализованный в дипломатической работе, учитывая командировку Франсбекова в Швеции. Документы, связанные с командировкой Франсбекова, прежде всего в наказ, свидетельствуют об уже налаженном в посольском приказе порядке работы с шифровыми документами. Дмитрию Франсбекову была дана подробная инструкция, о каких делах писать в Москву с закрытым письмом. Судя по документам, термин «закрытое письмо» утвердился в 1634 году. Комментируя упомянутые нами документы, Александр Николаевич Попов сделал важный вывод. Записка посольского приказа и наказ Франсбекову могут служить ясным доказательством, что московская дипломатия со времен первых царей дома Романовых считала необходимым употребление тайнописи в посольских смошениях. Причину этой меры можно полагать в том, что с этого времени начались постоянные резиденты иностранных держав при дворе московском. Вероятно, значительная часть шифров, созданных московскими криптографами в ту пору, использовалась для засекречивания разведывательной информации. Так, в 1642 году будущий знаменитый дипломат Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащёкин регулярно присылал в Москву руководителю разведки Фёдору Ивановичу Шереметьеву зашифрованные сообщения из Молдавии. Тогда ухудшились сношения из Турции из-за захвата донскими казаками Азова, возросла опасность Турецко-Польского союза против московского государства, и Ордин Нащёкин из города Яссы наблюдал за связями Турции, Крыма и Польши. Это делалось сведомо правителям Молдавии Василия Лупу, принявшего Афанасия Лаврентьевича под чужим именем в свою свиту. В Российском государственном архиве древних актов сохранились донесения Ордина Нащёкина. Более 140 страниц из них содержат шифровный текст. Архивные документы свидетельствуют, что русские государственные деятели использовали шифрование и во внутренней деловой переписке первой половины 17-го столетия. В период царствования Алексея Михайловича с 1645 по 1676 год поле деятельности московских дипломатов простиралось от Мадрида до Пекина. Переводчики приказа осуществляли письменный перевод более чем с 20 языков. Среди переводчиков появились выпускники европейских университетов. Некоторые из них имели опыт западной дипломатической службы, как Болдаванин Николай Спафарий. Вероятно, этот опыт включал и знакомство с криптографией. Ни одно крупное внешнеполитическое действие русского государства, особенно военное, не обходилось тогда без предварительной дипломатической работы в европейских столицах и прессе. В Европе была создана сеть агентов московского правительства из местных купцов. Они занимались сбором информации, организацией необходимых публикаций, вербовкой тысяч военных и гражданских специалистов для работы в России, закупкой вооружения и необходимых товаров. Их стоимость исчислялась в сотни тысяч рублей. Связь с агентами поддерживалась через посыльных из посольского приказа и приказа тайных дел. Посыльные, как правило, использовали тайнопись в переписке с Москвой. Как известно, вторая половина 50-х и первая половина 60-х годов 17 века стали для российского государства временным тяжелого военного напряжения. В 13-летнюю войну с Речью Посполитой вложились еще два года острого противоборства со Швецией. Обстановка требовала ответственных решений также и в финансо-экономической сфере. Среди них было введение в обращение метных денег наряду с серебряными и по серебряному номиналу. А затем, после медного бунта 1662 года, прекращение их выпуска. Сохранившиеся архивные документы свидетельствуют, что использование криптографии сыграло свою роль в сокращении издержек при возврате к серебряной монете. Проблема заключалась в отсутствии серебра. Практически единственным источником денежного серебра для России в ту пору служили западноевропейские ефимки. Такая монета содержала около 30 грамм серебра высокой пробы. Внутри России ефимки использовались в основном как сырье для чеканки собственных монет. Но для крупных закупок, кроме надежных партнеров, необходимо еще обеспечение секретности переговоров и договоров. Перед несколькими посольствами, находившимися в Западной Европе в 1662 году, среди прочих, была поставлена задача – добыть кредиты. При этом речь шла о сравнительно небольших суммах о десятках тысяч ефимков. Но одновременно прошли тщательно скрывавшиеся переговоры о кредите в сотни тысяч ефимков. В ту пору посольство Богдана Ивановича, ордена Нащекина, в состав которого входил и подъячий приказы тайных дел Федор Казанец, выполняло свои задания в Дании и Голландии. Среди них было поручение о финансовых переговорах с Еганом Фангорном, давним партнером московского правительства. С 17 августа из Москвы ушло зашифрованное письмо с уточнением задания дипломата. Первоначальный открытый текст письма сохранился в архиве приказа тайных дел. Федору Казанцу говорить Егану Фангорну о присылке ефимков и с прежним о 210 тысячах, а о платежи и о даче против прежнего, как ему было наказано словесно. Переговоры дипломатов с Еганом Фангорном прошли в городе Любике, в крупнейшем центре Гонзейского союза. Донесения о содержании переговоров немедленно отправили в Москву. На рисунке 6 приведен фрагмент начальной части донесения. Здесь зашифрованы только слова о ефимках. Следующая часть этого донесения более пространна и целиком зашифрована. Ее начало приведено на рисунке 7. Зашифрованная часть донесения содержит около 340 слов. Послания других российских дипломатов в 1663 году были созвучны по содержанию с донесением ордена Нащекина и Казанца. Укажем здесь шифрованную депешу подьячего приказа тайных дел Юрия Никифорова, направленную в Москву 7 февраля. Окончание его письма приведено на рисунке 8. Донесение содержит около 320 слов. Можно предположить, что посольские донесения сыграли свою роль при выработке решений московского правительства. Теперь о шифрованной переписке приказа тайных дел. Шифрованную связь с приказом тайных дел имели прежде всего важнейшие приказы, десятки бояр, занимавших ответственные должности, а кроме них десятки людей более простого звания, выполнявших важные царские поручения. Это подтверждается сохранившимися документами приказа. Дипломатическая тайнопись поступала обычно в посольский приказ, но те же вопросы затрагивали секретные переписки, проходившие через приказ тайных дел, если царь придавал им особо важные значения. Известно немало случаев, когда посыльные доставляли средства тайнописи для личной связи с царем, членом переговорных делегаций, пользовавшимся особым доверием государя. В переписке приказ тайных дел не подменял другие приказы. Неприкосновенность компетенции в военных вопросах разрядного приказа, имевшего значение генерального штаба, особо подчеркивалась Алексеем Михайловичем. Можно представить, что объем шифрованной переписки разрядного приказа был тоже значительным. Интерес к криптографии у Алексея Михайловича сохранялся всю его жизнь. В личных бумагах царя, сохранившихся в архиве приказа тайных дел, постоянно встречаются шифрованные строки. Их можно увидеть даже среди крюковых записей нот и отрывков из молитв. В повседневных записях. Один такой фрагмент показан на рисунке 9. В период царствования Алексея Михайловича не выявлено распоряжений, связанных с деятельностью криптографийской службы, как формальной структурой. Хотя реальная криптографическая деятельность тогда соответствовала наличию специальной шифровальной службы. Возможно дать схематичное описание этой неформальной службы, опираясь на сведения об организации шифровального делопроизводства. Можно указать также руководителей и организаторов криптографийской деятельности, которых следовало бы причислить к криптографийской службе. Вероятно, в 1655-1676 годах система криптографического делопроизводства состояла из двух главных частей и нескольких более мелких. Главные части в посольском приказе и в приказе тайных дел. Остальные в правительстве Боярской думе и в других важнейших приказах. По крайней мере, в разрядном, главном из военных приказов, в поместном, ведавшем размещением и довольствием служилого населения по стране, в печатном, это главном юридическом органе, и в стрелецком приказе, ведавшем царской охраной. Посольский дьяк Ефим Родионович Юрьев, возможно, был координатором работы двух главных частей криптографийской службы. Отдуманный дьяк, он же царский секретарь, Дементий Минич Башмаков, контролировал всю службу. О документах, подлежащих шифрованию. Это дипломатическая документация, царская переписка, включая переписку с членами семьи, переписка по делам государственной важности, часть текущих документов приказа, в том числе хозяйственных распоряжений. Характер и объем использования тайнописи в письмах весьма различен. Есть письма целиком зашифрованные, в некоторых тайнописи содержатся лишь в двух-трех строках. Иногда шифруются отдельные слова. К началу 70-х годов, видимо, выработался некий стандарт использования шифрования в дипломатической переписке. Об этом можно судить по письмам постоянного царского представителя в Польше, полковника Тяпкина. В его посланиях стандартные обороты слушали, постановили и другие, не зашифрованные, а засекречены лишь существенные информации. Объем зашифрованной переписки, вероятно, был весьма велик. Сохранились донесения в 300-400 шифрованных слов, а в данном подъящему приказу тайных дел Юрию Никифорову Накази, о чем говорить Афанасию Лаврентьевичу Ордену Нащекину, содержалось около 700 шифрованных слов. Криптографические средства московских шифровальщиков второй половины 17 века – это шифры простой или многозначной замены. Они использовали главным образом значковые алфавиты. При начальнике посольского приказа Василия Васильевича Голицыни значительно вырос объем переписки, в том числе шифрованной с заграничными представителями России. Иногда это тома значительных размеров. Например, собрание вестовых писем резидентов Польши Возницына состоит из 766 страниц, включающих в себя 95 страниц с шифрованным текстом. Свои письма дипломат посылал в Москву еженедельно с февраля 1688 года по май 1689 года. Ключ тот же, что и у Тяпкина. Подлинные записки в цифрах с переводами бывшего в Польше резидента, стольника Ивана Волкова включают 668 страниц шифрованного текста, направленного в Москву с апреля 1689 года по декабрь 1691 года. За это время ключ менялся дважды. Шифровые обозначения в основном те же, что и в ключе Тяпкина, но с новым значением. Том донесения резидента в Польше Бориса Михайлова имеет объем более 2500 страниц. Из них 521 страница содержит шифрованный текст. Около 300 страниц полностью состоят из шифрованного текста. Первоначальный ключ тот же, что был у Тяпкина и Возницына. За пять лет ключ менялся два раза. Все три шифра – значковые, простой замены. Оформление шифровальной службы не было обособлено. Одновременно складывались и аппарат государственного управления, и другие специальные службы, контрразведки, разведки, пограничной охраны. Многое здесь связано с деятельностью патриарха Филарета. Конечно, хотелось бы видеть соответствующие правовые акты и регламентирующие документы. Такова привычка людей нашего времени. Но так было не всегда. По мнению известного историка Сигурда Оттоича Шмидта, в период до широковещательных государственных реформ начала XVIII века и сопутствующих им многочисленных указов и письменных распоряжений Петра I, многие нововведения долго оставались официально незафиксированными и, закрепившись как удобный обычай, лишь позднее приобретали статут законодательной нормы и получали соответствующие обоснования. И то не всегда. Это наблюдение распространяется даже на историю важнейших учреждений. Вот ярким примером, подтверждающим эти слова, представляется история организации посольского приказа. Проблема определения времени создания приказа была решена в начале XX века. Источником для выбора даты послужила запись, помеченной 10 февраля 1549 года. Она гласит «Приказано посольское дело Ивану Висковатому». На этой записи и основана датировка времени создания посольского приказа. Ничего более существенного, чем приведённая выше запись, обнаружить не удалось. Сергей Александрович Белокуров, автор предложенной даты, писал в начале XX века «Нигде не сохранилось никакого акта об учреждении посольского приказа и нигде не изложены обязанности посольского дьяка и круг ведений посольского приказа». Сказанное выше можно отнести и к указанию Патриарха Филарета от 8 августа 1633 года, связанному с криптографической деятельностью. Отметим, что в нём также присутствуют и поручения, и ответственное лицо. Вместе с тем в указании Патриарха Филарета угадываются характерные черты нормативного документа нашего времени, и оно выглядит весомее записи 1549 года. Распоряжение было подкреплено административными мероприятиями, в частности составлением пособий по тайнописи, обучением шифровальщиков, особым учётом тайнописных документов. Хотя не выявлено формальной структуры, ответственной тогда за криптографическую деятельность, достигнутые результаты соответствуют наличию специальной службы. Здесь следует указать прежде всего налаженную шифровальную и дешифровальную работу, включающую и перлюстрацию, а также особое тайнописное дело производства. Детальная проработка документов, регламентирующих работу с шифрами, свидетельствует о наличии кадров, занятых такой деятельностью, и об их квалификации. Поэтому представляется, что 8 августа 1633 года можно рассматривать как обоснованный выбор даты рождения криптографической службы России. Вот на этом выборе позвольте закончить мое сообщение. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ